Водовывод создана вокруг так называемых потоков. То есть стримов, если говорить профессиональным языком. Это некоторая последовательность данных, которая может встречаться где угодно. Типично... Да, заходи. То есть типичная работа с потоками и вообще с последовательностью некоторых данных выглядит следующим образом. Есть некий source, то есть откуда приходят данные, дальше не поступают к вам в программу, дальше вы как-то с ними работаете, как-то их обрабатываете и передаете их в destination. Ну, то есть в какой-то конечный источник. Значит, типичные source и destination, они вам всем понятно, я думаю, известны. Это могут быть файлы, могут быть пайпы, какие-то разные сетевые подключения и так далее. То есть это некоторый источник, который как-то взаимодействует с данными. Мы-то можем их писать, можем читать и так далее. Вот в Java потоки у нас делятся на два типа. Точнее, у них есть два параметра. Первое — это направление и это тип данных. То есть у нас могут быть понятные направления ввод-вывод и два типа данных — байтовый и символьный. То есть вот здесь у нас есть байтовый поток, он нам выдает конкретные байты. Есть символьные потоки, которые читаем наши символы, как-то с ними работаем, пишем и так далее. Вот, собственно, как это реализовано в языке. Значит, у нас есть input stream, output stream — это то, что касается потоков байтовых, то есть ввода и вывода, и, собственно, reader и writer. Как здесь можно было догадаться, смотря на суффикс с точки зрения стримов, можно очень хорошо понимать, к чему он относится. Ну понятно, input, output и так далее. И в целом этот нейминг сохраняется более-менее везде. То есть какие бы вы классы ввода и вывода не использовали, по названию можно все неплохо понять. Давайте посмотрим теперь, как на самом деле мы можем что-то считать. Вот у нас есть несколько методов. Первый метод — это int read, да, то есть у нас есть функция, которая просто читает один элемент и нам его возвращает. Вот, как вам было сказано ранее, да, у нас есть байтовые потоки, есть там символьные потоки. Как вы думаете, почему метод возвращает int? А почему-то не байт. Точнее, что возвращается в этом методе и почему возвращается int? Даже вот так. Хорошо, еще варианты? Ну то есть вы считали один символ, ну давай так, если вы считали один символ, то в твоем понимании здесь вернется он сам. То есть то, что мы считали, ну то есть либо байтовый символ, то есть либо байтовый элемент, либо символьный элемент, и это будет все приведено к типу int. Хорошо, да, еще варианты? Да, на самом деле это немножко не так. Вот int read, функция read, 4 одного элемента. Да, нет, на самом деле, фу, я перепутал. Да, действительно, она вернет нам действительно его, одного, и мы с ним можем дальше работать. Гораздо интереснее, на самом деле, посмотреть на вторую функцию, которая считывает у нас массив. Как вы думаете, что он возвращает? То есть мы говорим read, даже придумаем какой-то массив, а что он возвращает? Указательный массив. Что? Указательный массив. Указательный массив, еще варианты. У нас вообще есть указатель в джава? Ссылку. Ссылку на что? На что? На началность. Так он же вот есть у нас. Бери, обращайся. Какой статус результата может быть при чтении в массив? Записано или не записано? У нас чтение, правда. Сочтена, не сочтена. Может быть, в кольку. Может, буллевая, нефиг. Или итератор какой-нибудь. Ну да, на самом деле, все вокруг да около. Но, в целом, эта функция возвращает int и говорит о том, сколько нам получилось считать. Значит, у нас есть такие же вариации с read, где у нас есть offset и length. То есть мы говорим о том, что мы хотим начать заполнять наш массив, начиная с этой позиции и так далее. И получается, почему возвращается количество элементов, которые мы смогли считать? Зачем нам именно эта информация? Почему мы просто, ну, там, типа, считали и считали, и бог с ним. Разве мы что-то не смогли считать? Мы знаем где-то. Да, на самом деле, нам совсем не гарантирует то, что сколько мы запросили, столько и считается. Поэтому, типа, чтобы у нас было понимание, сколько мы, на самом деле, считали и с этим как-то дальше работали. Если мы, не знаю, считываем с какого-нибудь сетевого носителя, либо, не знаю, с диска, у нас совсем не гарантируется, что считается вся информация. Поэтому мы частично ее можем, типа, в цикле постоянно считывать и, собственно, с ней работать. Вопрос, как, а, ну, и, собственно, да, еще. Если у нас есть крайний случай, когда возвращается минус единица, это означает то, что, там, значит, у нас уже конец файла, то есть, ну, уже считывать больше некуда, поэтому здесь нужно остановиться. То есть, в целом, она может вернуться минус единица, да, может быть, вернуться, я не знаю, там, может быть, вернуться какое-то количество, означающее сколько символов мы считали или элементов. Вопрос, может ли вернуться ноль? Ну, либо, да, либо какая-то ошибка. Хорошо, если, ну, то есть, типа, предположим, он возвращается. Нам нужна эта информация или я что считал со мной? Что нам с ней делать? Как вы думаете? Если будет пустая строка, там будет плюс один. Хорошо, то есть? Не может. Да, отлично. Возвращаться не может, потому что, в целом, это, ну, это немножко бессмысленно. Если у нас нечего читать, да, то у нас read, это блокирующая функция, наш код просто, ну, там, зависнет, будет ждать, пока данные не придут. Это первая ситуация. Вторая, если нечего читать, как правильно было сказано, вернется минус единица, мы, по идее, должны заканчивать. Что будет, если нам возвращается минус единица, мы опять начинаем считывать? Минус единица. Еще начинаем минус единица. На самом деле, выкинется exception, который скажет нам о том, типа, что читать уже нельзя, об этом мы посмотрим чуть попозже. Да, что еще есть у потока ввода? Понятно, можно у каждого сделать закрытие, да, то есть у нас там есть интерфейс, реализованный интерфейс auto-closable, который является наследником closeable, то есть, значит, у нас есть у потоков функция close, которая его закрывает, ну, собственно, и с ним уже больше сделать особо ничего нельзя. Смотрим дальше. Есть такая же история с потоками вывода. Вот, значит, есть функция в write, которая также принимает некие объекты, его записывает функция записи в массив и, собственно, также с двигом и количеством элементов. Вопрос, как вы думаете, здесь возвращается количество записанных или нет? По аналогии с read. То есть вы read считали, захотели считать 20 символов, а он говорит, мы считали, там, не знаю, 10 символов, да? Вы такие, хорошо, читаем дальше. Вот здесь вот. Как вы думаете, что этот метод возвращает в виде тип данных? Почему? Почему? Ну, только файл кончится. Ну, или он меньше, чем. Ну, или для симметричности тоже int, или 0,5. Еще варианты? Ну, в целом, на самом деле, правильно. Здесь возвращается void и, в целом, правильно то, что, действительно, зачем это нам нужно. То есть, когда, допустим, вы начинаете считывать какой-то большой кусок информации, то, что вы не смогли считать его целиком, а читали часть, вам как-то, ну, это вам как-то поможет в работе. А то, что вы говорите, запиши мне 100 элементов куда-то, а они не записываются, да, то, как бы, вам вот с этой информацией дальше делать, на самом деле, нечего. То есть, если не запишется, выкинется exception. Да, то есть, вы либо записываете все, либо, там, условно, не записываете ничего. Если вы будете делать какое-то половинчатое решение, совсем непонятно, что с этим делать. Значит, да. То же самое, понятно, с этими же функциями. И можно также закрыть. Да, то есть, closeable, закрываем поток, и с ним нужно будет дальше уже, ничего с ним делать уже нельзя. Да. А если я попытаюсь что-то записать, и записать все это не смогу, то, что я смог, оно запишется или нет? Все зависит от того, какой поток вывода мы выберем. Но, в целом, не должно записаться, потому что, ну, все будет побито, что дальше с этим делать, опять-таки непонятно. Вот. Значит, у потока вывода есть такая история, как буферизация, да, это интерфейс flashable. Это возникает в тех случаях, когда, допустим, вы пишете куда-то, допустим, там, не знаю, на какой-то сетевой носитель, да, там, вообще на другой компьютер. Вот. И получается, в операционной системе есть некий буфер, который начинает потихонечку заполняться, да, то есть, допустим, не знаю, вот, допустим, вы, там, пишете запрос по интернету, прикидываете, да, то есть, если вы будете каждый маленький пакет сразу отсылать, это, на самом деле, довольно дорого. Вот, там, внутри операционной системы есть некий механизм, когда он накапливает данные, а потом одним, получается, их отправляет, вот. Вот, но это, на самом деле, не всегда вам нужно, иногда нужно, чтобы, когда вы записали, вы были четко уверены, что получатель получил эти данные и что он с ними может отработать. Вот, если в таких случаях у потока вывода вызвать метод flash, то все, что вы уже записали в буфер, он сразу отправит до, там, конечного носителя, и с этими данными он уже может работать, да, то есть, не будет эффекта накопления и одной отправки, будет каждый раз все отправляться. Вот, поэтому, когда вы будете использовать, там, не знаю, на практике разные, мы о них поговорим уже, буферизирующие потоки вывода, вам может казаться, что вы, там, записали файл, там, куда-то, и не вызвали метод flash, тогда, на самом деле, у вас ничего не запустится, точнее, ничего не запишется, потому что у вас будут данные в буфере, их надо, как бы, типа, оттуда выкинуть и положить. Так, идем дальше. Ну, вот, например, то, как это вообще все работает, там, реальный код, который умеет что-то делать, вот, допустим, у нас, то, как это, в деталях мы сейчас поговорим, но, в целом, вот, мы открыли некий поток ввода, там, в файл input.txt открыли поток вывода, вот, начинаем считывать, да, собственно, по одному символу in.read, вот, начинаем в цикле проверять, что не минус единица, да, это означает то, что у нас поток не заканчивается, постоянно есть какие-то новые данные, с которыми можно работать, дальше, получается, мы плавно это просто записываем в другой поток, ну, и дальше, там, в блоке final это все потихонечку закрываем, да, чтобы у нас, там, не было утечек памяти, ну, и, собственно, все, то есть программа выполняет ровно одно действие, берет все, что есть в одном файле и переписывает в другой файл, вроде все понятно. Вот, здесь можно заменить, там, вот эти вот final внести в trycatch, да, там, в модную конструкцию, которая за нас все сделает, тогда код получится совсем маленьким, и, ну, и, собственно, вот. Отлично, давайте немножко про закрытие потоков, вот, на самом деле, очень главное, в главной педе в том, что нужно всегда их закрывать, да, кто объяснит, почему их нужно закрывать? Потому что garbage collector работает очень хорошо? Нет, дело не в нем. garbage collector может лишь очистить какие-то ссылки, очистить некую память, но закрыть поток, который как бы еще используется, он не может. Если еще раз поток, то есть, если он закрыт? Ну, да, на самом деле, вот здесь есть написано, что есть ограничение на количество одновременных открытых стримов, это сюда же. На самом деле, в целом, типа, у вас будет просто куча памяти, то есть, будет висеть стримы на разных файлах, на разных объектах, это очень плохая история, вообще, надо их не забывать. Ну, и плюс, вот есть, на самом деле, ограничение на количество открытых стримов, да, то есть, допустим, если говорить, там, не с точки зрения языка, а с точки зрения операционной системы, да, там, у нас есть, там, у нас файлы представлены в виде, там, некой другой, другой структуры, файловый дескриптор. Кто знает, что это такое? Про дескрипторы. В общем, чуть попозже про них поговорим. Но в целом вы не можете открыть, не знаю, миллион обращений к одному файлу, потому что в целом операционного сения вам этого сделать не даст. То есть у него есть ограничения, вас просто вырубит, ну и получается к файлу вы больше никогда не сможете обратиться. То есть никак с ним не сможете взаимодействовать. Вот. А как вообще работать с исключениями? Значит, у нас в целом есть некий базовый класс, который работает со всеми исключениями, то есть со всеми такими ситуациями, которые могут появляться в input-output. Да, это EO exception. Есть там некоторые популярные истории, которые возникают в разных случаях. Там файл не найден, это файл not found exception. То, что мы дочитали до конца потока, хотя, казалось бы, нам уже сказали, что минус единицу — это EO exception. Там unsupported encoding exception — это когда вы пишете с какой-то очень плохой кодировкой, которую JVM не знает, а нам выкинулись. Ну и в целом на самом деле, когда при работе с EO обычно ловится самый верхний уровень EO exception. Очень редко, нужно ловить какие-то exception ниже, но в целом тоже так делать можно. Теперь про файловый ввод-вывод. Это был в целом про то, как работает ввод-вывод. Теперь пойдем в некие детали, как делать те или иные действия, как работать, например, с файлами. Здесь, как видно, у нас добавляется префикс-файл, что довольно удобно, то есть там файл input-street, файл-ридер для байтовых и символевых потоков ввода в файл, файл output-стрим и файловый в райтер, собственно, для символевых. Значит, как мы можем все это дело создать? Значит, мы в целом открываем new file input-stream, даем либо название файла, либо там некий, передаем descriptor файл, то есть в Java есть класс файл, который, некая более абстрактная история с кучей разных полезной информацией, чуть тоже позже поговорим. Вот, мы можем создать просто поток ввода по очень понятным данным, которые относятся к объекту, ну и то же самое с file output-stream. Написываю только file input-stream, ну да ладно. Вот, получается, мы также на самом деле можем вот здесь file output-stream открыть на вывод, плюс, если вы просто хотите не только пересоздавать файл, а дописывать в конец, есть флажок append, мы туда вставляем true, ну и, собственно, мы будем дописывать в конец. Значит, в чем здесь есть проблема? На самом деле, файл input-stream в голом виде в жизни особо не встречается. Объясню почему. Значит, с байтами, кодировками все более-менее нормально, да, то есть как бы у нас есть, у нас есть, ну то есть мы там считали байты, куда-то их положили, у нас здесь нет никаких, никаких особенностей. Вот с сильными потоками на самом деле немножко не так. Все дело в том, что файл input-stream и файл output-stream, они никак не заточены на работу с кодировками, да, то есть на самом деле мы не очень можем, точнее, мы можем работать со строками, ну, с файлами, которые представляют из себя строки, в этой конструкции, но будет беда, потому что если вы читаете в одной кодировке, а пишете в другой, или, допустим, просто, ну, то есть какая у нас будет проблема? Exception, нет, exception кодировки, она относится только на уровне JVM, то есть если вы сами указываете, какую кодировку вы работаете, JVM не знает, допустим, не знаю, кодировка АААБ, то есть он про нее не знает, он выкинет вам exception. В целом, то есть, допустим, не знаю, у вас есть один файл в кодировке UTF-8, второй файл, не знаю, в кодировке какой-нибудь там Windows 1.251, в чем проблема будет работать, там, типа, если мы будем читать с одного файла, писать с другой? Что? Ну, да, если говорить более формально, то никто не будет знать, что происходит, да, то есть как JVM интерпретировать то, что вы читаете и то, что вы пишете, будет вообще, типа, абсолютно непонятный результат, и ровно поэтому, это на самом деле некий такой, некий, может быть, факап даже в самой разработке именно этого класса, и вот файл input stream, файл output stream в реальной жизни при работе с символами потоками почти не встречаются. Их обычно оборачивают в более другие истории, которые уже умеют работать с кодировками. Сейчас мы тоже на них посмотрим. Вот. Ну, собственно, вот, типа, такой понятный пример, как оно, казалось бы, работает, но нет. Вот мы открыли файл reader, файл writer, также пробежали по всем, с одного считали, в другой вписали. Вот если окажется так, что reader, writer, там, input, output, txt будут в разных кодировках, то мы там считали с одного какие-то понятные символи, пришли во второй, а там у нас вместо символа будут вопросики, потому что в целом непонятно как эта кодировка заметчилась. Вот. Значит, как эта вся история решается? Значит, у нас есть возможность преобразовать потоки один в другой. Для этого есть input stream reader, который как раз-таки принимает input stream и говорит о том, что я хочу работать в кодировке. То есть в этом плане, получается, проблема решается, что мы там оборачиваем наш файл input stream, передаем сюда, оборачиваем в input stream reader, ну и, собственно, с потока вывода то же самое. Выглядит это будет следующим образом. То есть здесь мы явно указываем, что у нас за кодировка utf8, здесь явно указываем, что у нас за кодировка вторая, utf16, и дальше все так же продолжаем. Дальше вот здесь как раз-таки проблем у нас никаких нет. Если, то есть если на самом деле в случае, если здесь есть специфичные символы, которые не знают, здесь будут вопросительные знаки, что в целом нормально, но у нас нет никакой, у нас нет, не будет никакой подставы, если мы там, допустим, не использовали бы это, потому что мы бы не знали кодировку операционной системы, не знали бы кодировку локали, и все бы пошло как-то наперекосяк. Вопросы здесь есть? Да, давай. Если мы не знаем кодировку, то что будет? Смотри, в целом, на самом деле, при работе с файлами всегда нужно указывать кодировку. То есть на самом деле, типа, ее можно не указывать, и там, не знаю, в 90% случаев все будет окей, но если вы отдадите свой код в какую-то другую, в другую операционную систему и так далее, у вас там с большой, ну, с некой вероятностью может все упасть. То есть в целом, так как вы работаете вообще с файлами, с, не знаю, с потоками ввода-вывода, всегда нужно, особенно если не символи, всегда нужно указывать кодировку. Если ее не указывать, то GVM возьмет, сама пойдет, возьмет кодировку в вашей локале или там операционной системы. То есть если у вас там есть выставленная кодировка, она ее возьмет и будет считать, что я работаю с ней. То есть получается, если у вас одна кодировка, у меня другая, то там при переносе вашего кода все будет плохо. А он определит кодировку раз в момент исполнения? Так вот, он, да, то есть он в момент исполнения, если вы не задаете, он у вас возьмет одну кодировку, когда я принесу к себе, у меня будет другая кодировка. А если мы зададим здесь… А если мы зададим здесь… Еще раз? Ну, в input stream и в output stream будет одна и та же ваша кодировка. В input stream да, но вы файл можете задать в разных кодировках. И дать мне… Еще раз. У вас файл в одной кодировке, у вас с ним все работает. Ну, в файле вы явно задали кодировку. У меня в файле… То есть тот же ваш файл, но кодировка GVM другая. Понимаете? То есть, допустим, у вас все в UT8, вы мне даете файл… А если вообще не задавать кодировку ни на input, ни на input, он приходит и сразу определяет самостоятельно? Самостоятельно определяет что? Файл на кодировку, которая на кодировке. Тогда все будет работать. А если не совпадает, то все будет плохо. Ответил? Хорошо. Отлично. Вот, дальше, значит, есть так называемые фильтрующие потоки. На самом деле, очень прикольная история. Вот, допустим, также добавляем фильтр input stream, фильтр output stream. Единственная функциональность в том, что внутри этого потока есть внутренний поток, куда все перенаправляются, перенаправляются все вызовы к нему. То есть, вы говорите о том, что при создании мы указываем некий фильтр внутри, и получается все данные, которые поступают, могут быстро отфильтровываться, и в целом, то есть, нам не нужно написать какие-то дополнительные методы, все будет работать при определении. Дальше, бафери потоки. Это значит, когда у нас внутри есть буфер, да, то есть, там, все данные, которые поступают туда, они не сразу проваливаются, а сначала потихонечку накапливаются, и дальше мы методом флаж все скидываем куда-то внутрь, да, то есть, у нас внутри также есть некий буфер, вот мы оборачиваем, то есть, мы можем, на самом деле, в любой, любой, любой стрим, любой поток ввода-вывода обернуть, допустим, для потока ввода-вывода буферит input stream, буферит output stream, передаем туда то, что мы хотим, там, допустим, файл input stream, или так далее, да, внутри есть буфер, туда все данные поступают, дальше флажим его, и у нас там будет записываться файл, ну, или куда вы дальше сами зададите. Значит, дальше, эмуляция чтения записи, у нас, значит, есть возможность, там, допустим, читать из буфера в память, что это значит? Например, смотрите, вот, byte-array input stream, да, вы ему даете некий массив байт, то есть, у него в конструкторе есть там массив байт, он вам возвращает поток, да, поток input stream, из которого уже можно брать, ну, там, и читать стандартными методами, то есть, получается, мы умеем с помощью, там, вот этих вот классов преобразовывать некие, там, конкретные, понятные нам типы, типы данных в потоке, вот, как вы думаете, зачем это нужно? Зачем нам нужно, не знаю, массив байт преобразовывать, там, в какой-то стрим, или, не знаю, строку преобразовывать в стрим? А может быть, что в цикле не писать по байтам? В цикле не писать по байтам? Нет, ну, это понятно, что вы там отдали два символов, он вам сразу все вернул, имеется в виду, в целом, зачем такая функциональность может быть нужна? С большим потоком данных. В потоке проще работать. С большим потоком данных. Когда у нас много данных. Данных чего? Чего угодно. Чего угодно. Ну, нет, да, на самом деле, смотрите, иногда бывают такие ситуации, например, там, в тестировании, либо, допустим, в какой-то библиотеке у вас есть некий функционал, который заточен на работу со стримами, да, то есть, вы ему даете какой-то input stream или просто, или там output stream, и он с ним что-то делает, да, он умеет его считывать, умеет принимать, и вам в некоторых ситуациях у вас нет этого самого стрима, да, то есть, у вас есть, не знаю, просто массив байт, который вы хотите туда отправить, и чтобы как-то с ним это работалось. Вот получается, на самом деле, чтобы, там, довольно просто, без этого функционала перегнать массив байт в некую структуру стрима, это, на самом деле, извращение, и вот поэтому добавился, там, типа, добавился механизм, там, как перегнать символы в стримы, как перегнать байт со стрима, чтобы, если нам вдруг нужно, чтобы у нас вся работа с данными происходила в стримах, мы это могли довольно легко сделать, то есть, как и обратная история из массива в байт в стрим, так и обратная из стрима в массив байт. Можно вопрос? Да. Вот вы говорили, что если пытаться читать пустой поток, то он будет ждать, пока там все-то не появится. Если пустой массив, прям ждать к потоку, потом начать пытаться читать этот пустой поток, все остальное будет ждать бесконечно минут? Да. И это никак не отморить. Ну, почему? Нет, смотрите, когда вы начинаете читать откуда-то, вообще неважно, как вы там это преобразовали, у вас операция read, это блокирующая операция, которая говорит о том, что я начал читать, ты мне давай свои данные, я их буду возвращать, если их нет, я буду ждать. То есть, получается, если данных просто нет, read зависает, если приходит ему, говорит о том, что конец кончился, минус единица, если прилетают какие-то данные, он будет их возвращать. Он говорит, я прочитал два символа, вот возьми. Я там прочитал 10 символов, возьми. Но если у нас нет там ничего, то есть и файл не закрыт, и данных пока нет, мы действительно зависнем. Так, отлично. Да, на самом деле, смотрите, то, что мы говорили до этого, это относилось к, получается, байтовым, с операциями с байтами, с обычными, ну и символами, да. На самом деле, не очень интересно с ними работать на постоянной основе, хочется на самом деле работать с какими-то примитивными типами, нам очень понятными, там, не знаю, инты, там, ланги и так далее. Да, то есть оперировать с ними в стримах и дальше, и работать с ними дальше. Вот вопрос, вот у нас есть некое число, да, записанное в 16-тичной системе, там, 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, здесь получается, здесь сколько байт в этом числе? Кто определит? Сколько? Да, отлично, 3, а почему 12? 3, да, число состоит из 3 байт. Вот, как вы думаете, смотрите, вот у нас есть некий поток, да, мы хотим это число туда записать, а потом оттуда считать, да, просто мы его записали, допустим, в файлик, да, как вы думаете, вот, допустим, у нас байтовый поток, как у нас запишется это число? Странно, что после предыдущего файла. Ну, то есть, как это будет выглядеть? У нас есть, ну, вы видели, да, открывайте бинарный файл, там у вас просто по байтам расписано, там, типа, что в нем содержится, да, вот я возьму это число, запишу его в файл, открою в текстном редакторе, как оно будет выглядеть, то есть, как оно по байтам запишется? Как 3 байта? Ну, как 3 байта, да, хорошо, записывается как 3 байта. 0x, нет, не будет 3.4 байта. Так, хорошо, смотрите, вопрос, на самом деле, немножко не в этом. Ладно, на самом деле, смотрите, когда вы пишете по байтам, у вас действительно будет браться и писаться по байтам, то есть, у вас здесь там первый байт, там, 34, 56, то есть, у вас, вы откроете файл, там будут написаны эти числа. Вот, на самом деле, в зависимости от операционной системы, у нас записаться в файл или в какой-то конечный стрим, может, по-разному. Допустим, в некоторых ситуациях, точнее, типа, в большинстве у вас на компьютерах запишутся в обратном порядке, то есть, сначала будет, там, 56, 34, 12, да, в некоторых других системах у вас запишутся 12, 34, 56. Вот, это, на самом деле, есть такая история с little ending big ending, кто знает, кто вообще встречал, что это такое до этого. Да, на самом деле, это означает то, что в каком порядке наши байты записываются в какой-то источник, да? Вот, значит, вот это вот самая популярная история в наших компьютерах, это там, когда мы перегоняем по интернету, там, в пакетах, оно может передаваться в Big End. Вот, что, какой из этого можно сделать вывод? Лучше не разбивать чувства на байт. А как, а как тогда жить? Не используя числа больше байта. Не используя числа больше байта. Отлично. Еще какие варианты? Помните об этом. Отлично. Вот, об этом помнить не хочется, поэтому надо, при этом, типа, ввести некую структуру, да, которая бы позволила нам писать, и чтобы мы об этом не думали. Вот, в Java есть такая история, она называется Data Input, Data Output. Она как раз таки умеет работать с примитивными типами данных, Boolean, Char, Byte, Short и так далее. То есть, это абсолютно платформа, независимая запись и чтение, неважно куда, неважно откуда. В такой ситуации, то, что у нас байты пойдут в другом порядке, не будет. Вот, какие методы здесь есть? Значит, у нас у всех Data Input есть ReadInt, ReadLong и так далее. Да, то есть, условно, можно поставить звездочку и приписать туда любой тип, он его считает, ReadChar и так далее. Можно считать строку в UTF-8, ReadUTF. Ну и, собственно, класс, который реализуют, то есть, это интерфейс Data Input Stream, собственно, передаем поток и с него считаем. Для write-а примерно все то же самое. Все примитивные типы записываем, также и строку. Да, отлично. На самом деле, еще история с консольным выводом. Да, то есть, мы вот довольно часто писали System.out.println. Вот, на самом деле, как можно посмотреть, здесь у нас есть три выделенных стрима, которые заранее уже завели. Это System.in стандартный ввод, у стандарта вход, System.out, System.error. Вот, когда мы делаем System.out.println, получается, что мы у внутреннего, да, типа, у внутреннего потока, который лежит под System.out, вызываем метод, передаем туда те данные, которые нам нужны, и видим их на консоли. Собственно, при желании мы можем сами поставить, куда нам нужно, да, то есть, когда, допустим, у вас, не знаю, куча кодик, где написано чтение с консоли, вот, мы можем поставить те потоки, которые нам нужны, и оно будет сразу туда его переопределять, переадресовывать и записывать. Также можем получить объект консоли, да, System.console. Вот, здесь также можно записывать, неосчитать, вот, эта история иногда нужна для того, чтобы работать с паролями, вот, знаете, когда вы начинаете набирать их, там появляются звездочки, вот, там, read password, есть такая, функция, мы на самом деле почти не используем, но полезно об этом знать. Так, исключения, как, как теперь у нас работать с исключениями? то есть, понятная история с тем, что мы, там, делаем транс-ресурсами, да, внутри прописываем те, те объекты, которые мы создаем, ну, и дальше автоматически все закрывается, все, все хорошо работает, да? можно вопрос, почему мы используем чаще сканеры, не системы? ну, когда проходишь в какой-либо курсе, говорят о сканерах, не говорят о системе. Еще раз? одно и тоже, системе сканеры. системе ин это поток ввода, который, условно, с консоли. Сканер, на самом деле, тоже обертка на тем, как, то есть, сканер это еще один способ считать с консоли, который принимает все стрим, ну, собственно, типа сканер, когда вы его создаете, с него считываете, он принимает стрим. То есть, когда вы придете ему системе ин, придете ему поток ввода, откуда он начинает считывать? То сканер и системе ин это разные абсолютно вещи, потому что сканера вы считываете, да, а системе ин это поток ввода, Трайс с ресурсами. Здесь все очень понятно. Как обычно показывают все это дело в книжках? Вы открываете поток, создаете некий поток ввода, здесь делаете какие-то операции, здесь его закрываете и как-то живете. В чем здесь ошибка? Ну, предположим. Первого нет файла, еще что? Не в трае еще что? Ну, так и что они сделаны в трае, потом уже закрыли. В чем проблема может быть? Что? Где? Ну, из трае вывалится, а finally закроется и все нормально уже будет. Да, на самом деле у нас при вызове close тоже может выкинуться exception. Например, когда он не то что нуловый, а здесь тоже еще одна проверка на то, что не нуловый. То, что говорили про первое, что надо создавать в трае. Вот. Действительно, здесь есть опять-таки проблема, что close может вызвать у нас exception. Да? Окей, вот смотрите, если вызвался exception здесь, а потом вызвался exception здесь, какой exception получит тот, кто это вызывает? Какой? Да, на самом деле, если здесь случился один exception, здесь другой, то получается мы наверх пробросим совсем не тот exception, да, из-за которого программа упала. Вот, на самом деле, очень плохо, потому что, казалось бы, если мы здесь действительно ожидаем, там, допустим, что у нас вверх вывалится exception, который как-то потом повлияет на работу, и вдруг он, на самом деле, типа не вываливается, вываливается совсем другой, это, на самом деле, очень плохо. То есть, в целом, если мы не используем там некий trice-ресурсами, то это должно выглядеть следующим образом, что мы вот здесь закрыли, поймали некий exception, начали опять закрывать, там, сделали close на этом, на этом стриме, если вдруг он опять вывалился на close, то мы эту историю игнорим и дальше опять прокидываем тот exception, который мы поймали здесь. То есть, это, на самом деле, вот, вот, вот это вот правильный способ того, каким образом, если мы не используем, там, типа, встроенных нормальных механизмов, ну, удобных механизмов работать с exception-ами, это то, как нужно работать без них. То есть, сначала закрыли, дальше проверили, что в случае, если у нас что-то падает еще, мы этот exception не теряем и его пробрасываем. Вот, если мы используем trice-ресурсами, то вот этот механизм уже внутри вшит, и получается, вам не нужно об этом думать, exception вверх вывалится, который нужен. Да, отлично. Значит, поговорим теперь про файлы. Вот, значит, файлы в операционной системе, точнее, ну, там, допустим, в той же Java, оно представляется в неделе некого дескриптора, да, в терминах, там, операционная система — это, там, не отрицательно целое число, то есть, там, от нуля и дальше пошли. Вот, получается, в Unix есть три, там, выделенных числа, это ноль для входа, для std-in, один для std-in, ну и, собственно, для error. Да, то есть, это, там, три числа — это для тех, кто пишет на плюсах, потом, когда вы создавали fopen и так далее, можно писать туда ноль, и все магическим образом работало, потому что операционная система на эти константы понятно, как реагирует. Вот, значит, как это работает в Java? У нас есть класс файл, вот, который также можно создавать по разным наборам параметров, по пути, там, также можем давать директорию, там, в директорию, в которой он лежит, его имя, да, то есть, мы там явно указываем сначала путь до него и говорим, какой файл есть внутри, ну и то же самое, там, не дескриптор, а просто путь до него. Значит, как быть с разделителями и вообще нужно ли с ними как-то быть? Вот, допустим, когда у нас есть, давайте я нарисую, вот, когда у нас есть, допустим, там, Unix и есть Windows, да, вот у нас есть разделитель, который разделяет директории, директории. Вот как, 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 как разделяются директории в Unix? Да, слэш, а в Windows? Что? По-моему, один. Один или два? Хорошо, ну там два, ну это каких-то модных, да. Хорошо, а как мы разделяем там пути в класс, ну, когда, допустим, прописываем класс path и так далее в консолях или там вообще в переменах окружения? Вот как это в Unix? Да, в Unix это двоеточие, а в Windows? Да, на самом деле точка запятой. И на самом деле, если здесь добавится какая-то еще одна, да, там, между ними, где будут какие-то свои ограничения, то в целом об этом тоже помниться не хочется, вот, поэтому в Java есть выделенные константы, которые в зависимости от операционной системы поставят нужные нам разделители, там, получается, что там файл .separator поставит первый разделитель, а файл .separator для переменных окружения. Значит, вообще, что с ними можно делать? Вот, на самом деле, там, на практике мы сейчас этим будем заниматься. В общем, можем достать имя файла, можем, там, достать путь до файла, там, любой, причем абсолютный, и, там, как до него, так и до дескриптора. Также можем узнать предка, да, то есть, там, первую, первую, первую директорию, там, первый файл, который над нами, собственно, директорию. Вот, что еще? Можем проверить файл, то есть у нас все, что касается, да, вопрос был? Все, что касается файлов, они могут быть и директориями, и просто самыми обычными файлами, с которыми можно открывать и что-то работать. Вот, можем проверить его на файл, на директорию, вообще существует ли, или кто-то его уже успел подтереть, не знаю, длину файла, что еще из интересного? Мы можем, здесь, там, куча разных операций, создать одну директорию, создать всю цепочку, а вот что значит создать всю цепочку? Да, то есть вы говорите о том, что я хочу, допустим, создать некий файл с каким-то путем, да, там, может оказаться, что по пути какой-то папки или, там, чего-то другого не будет, если мы делаем mk.dears, то он по пути все сразу и создаст. Можно создать новый файл, удалить, или вот такая история, как delete on exit, говорит о том, что удали этот файл после завершения работы программы, да, то есть когда, допустим, не знаю, у нас JVM начинает завершать свою работу, она пробегается по тем файлам, где мы выставили вот такой вот флажок, и их удаляет после того, ну, чтобы, типа, вот, там, в некоторых моментах это очень полезно, когда мы, там, наверху точно знаем, что внизу могут забыть, помечаем, и после завершения все удалится. Вот, да, что у нас есть еще из интересного такого, чего можно было бы поиспользовать? Вот, мы можем вызвать функцию лист, посмотреть, что у нас есть, какие файлы есть там в данной директории, вот, то же самое можем достать дескрипторы, вот, зачем, как вы думаете, нам это может понадобиться? Да, то есть если мы хотим рекурсивно обойти все наши папки, там, у каждого из них вызываем лист, проваливаемся внутрь и так далее. Также можем посмотреть на то, можем ли мы сюда читать или писать, если вдруг не можем, то мы можем поставить, при условии того, что у нас есть для этого нужные права. Ну, и для файловой системы можем узнать, сколько у нас места свободно, сколько у нас общий размер и так далее. Да, отлично. Помимо файлов есть еще, там, с Java 7 появился еще один способ, то, как с ним можно работать, это класс path, вот, он означает, ну, то есть можно представить файл не только в виде некого дескриптора, да, в виде некоторого пути в рамках файловой системы. Собственно, вот path в этом плане решает вот такую проблему, что если мы посмотрим на дерево того, как у нас выглядит директория или наша файловая система, то в целом у нас здесь некий корень, да, то есть, собственно, там, вот наш слэш, либо некий там виндовый раздел. Дальше то, как мы двигаемся, получается, что если мы там возьмем самый нижний, то понятно, что там у нас путь его складывается как корень плюс там home плюс и так далее, и так далее с нашим разделителем. То есть, получается, у нас каждый файл – это некое синтаксическое описание пути. То есть, как мы вообще можем все это сделать? Значит, первая история, мы можем понять, взять наш файл, дескриптор, да, в нем тоже есть описание пути, привести ему к этой структуре и с ней работать. Либо можем там собрать его из кусков, слепить и получить тоже объект, который нам нужен. Значит, дальше можем делать разные сравнения. Вот это скорее вам понадобится для того, чтобы когда вы будете делать, там, не знаю, домашнее задание, посмотреть сюда, понять, какие есть методы. Но в целом из интересного, когда у нас есть большой путь, в чем удобство всей этой истории, допустим, и чего мы не могли бы сделать в структуре файл, когда у нас очень длинный файл, нужно, не знаю, прыгать между там разными частями директорий, да, то там это сделать довольно сложно. Здесь мы можем просто взять какой-то конкретный фрагмент пути, перепрыгнуть в него, там что-то поделать, ну и получается у нас довольно гибкий механизм. Вот. Также можем там прикольные методы нормализации, там, приведения к абсолютному пути и так далее. Вот. Из операции примерно все то же самое, да, то есть мы можем проверять на чтение записи и так далее. Вот. Плюс есть такой большой-большой кусок утилитарного класса, который помогает нам в этом, этот файл. Вот. Вот можем делать копирование, перемещение, удаление. Вот. Ну и, собственно, все, что касается считывания. Вот. Причем очень полезная история, допустим, взять, считать все, или там, не знаю, взять, считать все по строкам, чтобы вам не городить свои файлы, там, input стримы, там, разбираться то, как это работает. Если можно просто все взять, открываем, там, идем в утилиту файл, оттуда все считываем, дальше потом можем работать с этими стримами. Да, и вот, на самом деле, по-моему, последнее, из того, что, на что хочется обратить внимание, в большинстве случаев, когда мы работаем с файловой системой, там, типа, в 90% функциональности нам нужно обходить всю файловую систему рекурсивно, да. То есть хочется, помимо того, что, там, смотреть текущий файл, хочется обходить и его под файлы, под папки и так далее. То есть в целом мы можем написать это сами, да, по тем методам, что мы видели, там, брать некий, некую директорию, брать у него лист, там, бежать по всем этим переменным и так далее. Вот здесь есть специальный выделенный интерфейс, который с этим поможет, называется он files.walkfile3, вот, где мы указываем некую стартовую позицию, откуда мы начинаем обход, и здесь есть некий такой handler, observer, который называется visitor, да, который, в котором, это интерфейс, который дает нам, там, четыре метода, которые вызываются при разных, то есть, ну, при каждом обходе файла. Ну, например, вот, допустим, мы, он вызывает метод при visit directory, дает нам информацию о том, какую директорию мы сейчас хотим посетить, там, некоторые атрибуты, да, дальше, когда мы уже прошли эту директорию, он вызывает, там, этот метод, когда мы, там, посетили файл, он нам вызывает visit файл и так далее, да, то есть, вы просто говорите, я хочу начинать свой обход отсюда, и дальше смотрите на каждый, смотрите, прописываете логику в каждый свой метод, который бы говорил о том, что делать до этого, да, что делать после, что делать во время и так далее. Вот сейчас как раз-таки мы, да, на это все, вот, собственно, да, смотрите, сейчас у нас будет практика, значит, нам нужно будет, нам нужно будет обойти, даже не так, кто знает, что такое греб? Утилита греб. Утилита, которая очень быстро и хорошо умеет искать в файлах, ну, там, либо в тексте, в нашем случае в файлах некую строку, да, то есть мы здесь передаем некий, некий файл, там, input.txt, вот, и передаем некую строку, не знаю, типа, там, hello. Вот что она делает? Она пробегается по всем строкам в этом файле, и где она встречает hello, она это выдает, ну, например, там, не знаю, строка номер 105 и кусок текста, там, строка 120, двоеточек, кусок текста. Вот предлагается сделать эту ту же самую историю, вот, причем у нас здесь не только файл дается, а дается некая стартовая позиция, да, это может быть директория или может быть файл, которая, внутри которой мы должны пробежаться по всем файлам и найти эту самую строку и вывести ее в консоль. Вопросы? То есть, еще раз, мы пишем класс, да, греб, у которого два параметра, значит, первый, это, мы передаем их варекс, да, первый это точка входа, с которой мы, то есть это, типа, директория, в которой мы ищем, вторая это строка, которую мы ищем, значит, на выходе у нас в консоли должна быть печать следующая, значит, номер строки и кусок этой строки, где есть, эта строка встречается. Вот она, а здесь, давайте, вот, отлично, вот, кстати, нормальная история. Здесь пишем, здесь пишем имя файла, там типа файл, дальше строка, да, нет, 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 отлично, я просто забыл придумать, зачем директория. Файл любой может быть, ну текст, символи любой, да, любые символные файлы. Пишем фрагмент, допустим, если у нас есть вот такая вот строка, допустим, она встречается здесь, да, там, hello, давайте там типа плюс, минус 50 символов, плюс 50 символов, ну, либо, либо там, то есть, либо ноль, ну, короче, типа, ну, типа, либо с начала или минус 50, либо там с конца и плюс 50. Вот, а для тех, кто хочет посложнее, вот, я думаю, за это даже мы сегодня можем дать баллы, значит, для тех, кто хочет посложнее, предполагается, что мы не можем считать весь файл целиком в оперативную память, потому что он очень большой, то есть нельзя взять там все считать, положить там куда-то к себе в массивчик или в большую-большую строку, пробежаться по всем, там, найти вхождение, вот, и вывести это, предполагается, что это надо делать как-то более по-умному. Ну, это усложненная версия, обычная, можно там целиком считывать. Все, хорошо, тогда... Субтитры сделал DimaTorzok